Сибиряки себя ощущают отдельной нацией? Это правда, нации нет. Нет, да? Хотя на последней переписи, сложно трактуемые последствиями своими, некоторые пишут национальный сибиряк. Ну, понятно, чаще всего это либо смешанный брак, например, там, татарин с казахом, что они напишут? Татаро-казах? Лучше написать сибиряк. Все просто, и рядышком живут все. Несибирские татары или еще о чем-то. Но при всей своей самобытности, при всей своей особенности, мы русские, которые живут за рулалом. Вот про русские, которые живут за. Вот хотелось бы мне такой вопрос вам задать. В странах Прибалтики фактически режим апартеида. Там почти полмиллиона русских имеют статус неграждан. Такое вообразить вообще невозможно. То есть вот в Европе. Почему в парламенте вы озабочены усыновлением сирот американцами, запретом ук и балеток, кружевных трусов и прочее, а не думаете о том, что наши сограждане фактически живут в условиях репрессий гражданских? Ну, на самом деле, я с вами не соглашусь. Мы думаем об этом, только... Так а почему же мы тогда не знаем, о чем вы там думаете? Почему это не промокает к нам? Не промокает, не протекает. Настолько не накопило влаги, слез безутешительных, рданий. Только по одной простой причине. Потому что, к сожалению, наша доктрина, если угодно, чертежность, информационная, он скроен, я никого не хочу обидеть. Но моим восприятием скроен по английской транскрипции, по английской схеме. Мы сначала говорим о бажиотажном, о понятном, о легко переводимом, а только потом начинаем думать. У нас целый комитет есть, на самом деле, по соотечественникам. И они этим очень активно занимаются. Начиная от протестов и в рамках парламентских форм несогласия с героизацией фашистов, многих историй, искажением исторических данностей наших, которые для нас понятны, а там трактуются совершенно иначе. Продолжая защитой наших этнически русских. Поэтому то, что в той же Прибалтике, знаете, как говорят лицо кавказской национальности, для меня Прибалт примерно такое же, ни о чем не говорящие, обидное определение. Ну, так же, как русские все пьяницы, например. Потому что и на Кавказе все слишком разные. Вот, все этносы нации, и тем более подход к вероисповеданиям. И то же самое и в Эстонии происходит. Там, где добывали уголь, там, где были в основном русские специалисты, сегодня их поставили в это уязвленное состояние. Многие из них уехали на свою этническую родину, я бы так сформулировал. И промышленность угольная встала. Там некому работать. Никто из этих замечательных людей, представляющих европейскую цивилизацию, не готов рисковать своей жизнью ради добычи угля. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы этим озабочены. Мы об этом разговариваем. Я не говорю о количестве нот или количестве двухсторонних встреч. Или там трехсторонних. Но мы думаем об этом постоянно. Я могу вам сказать, что, учитывая бескрайность наших территорий, мы предлагаем каждому приехать и попытать своей судьбы в России. Ну, особо речистые участники парламентских дебатов, они говорят о том, что там каждому по гектару на Дальнем Востоке. У нас уже все это было. Начиная с заселения востока страны, продолжая там организации, например, области, которая возглавляет, которую Биробиджан. Не очень хорошая реплика. Иврейская автономная республика. Ну, конечно, конечно, область. Поэтому здесь, конечно, мы этим озабочены, конечно, мы об этом говорим. Но я должен сказать сейчас, может быть, это не очень строчку, как от меня, как от депутата Госдумы, не все это напишешь законами. Иногда вот такая вот мягкая народная дипломатия, солидарность, она намного важнее, чем принятый закон или выпущенное громогласное заявление даже целого парламента Российской Федерации. В случае с Евгением, это знаете, как когда ты сдаешь преподавателя, даже если ты не очень уверен в своих знаниях, но предваритель добрый тебе. Иногда в части, точнее, чаще всего в этом случае, в части вопроса задано, если не часть ответа, то хотя бы настроение, которое предполагает этот ответ. Нет, подкупает то, что подготовился, то, что посмотрел. Ведь многие участники вашего цеха, фабрики общественного мнения, они настолько самососреботочены, что никогда не смотрят то, что сделали их коллеги. Вот, и предлагают или предполагают оригинальничать. Здесь я этого не увидел. Ну, если я могу судить, в общем-то, я же на самом деле далеко не журналист. Ну, то, что произошло, удобно, наверное, неправильно. Комфортно тоже не то место, это не диван. Все было, на мой взгляд, верно. И воздрало смыслом, ну, надеюсь, мои длинные ответы не отвлекли нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова